По той территории они не могут выходить. Все будет вырубаться. Все, забор сносится. Женский батальон и сотрудниц Музея искусств имени Костеева отвоевывают свою территорию. В прямом смысле. Они выгоняют рабочих и отправляют назад транспорт со стройматериалами. Через внутренний двор проложили дорогу к стройке. Между школой и музеем скоро появится очередной хаят. Искусство встало на пути гостиничного бизнеса. Здесь находятся воздухозаборники, которые подают чистый свежий воздух в запасники и фонды музея, залы музея. И нарушается охранная зона. Хранители боятся представить, что будет с бесценными экспонатами музея. Они не выдержат такого соседства. Дорога – это постоянная тряска и загазованный воздух. Кстати, пройти она могла напротив Нацбанка, который тоже сосед. Как раз удачный подъездной путь. Но деньги государства победили частный капитал. Наши шедевры просто подвергаются реальной опасности. Это нельзя допускать. Я не понимаю, почему градостроительная комиссия пошла. Тем более, что стройка. Временная дорога на время стройки. Сколько эта стройка будет продолжаться? Как это будет? Ну, видите, тут проблемы архитектуры. На столе у директора музея чертежи, разрешение на временную дорогу и проект будущей гостиницы. Спустя много лет выяснилось, что природоохранная зона музею не принадлежит. А значит, закон никто не нарушает. Нравственная сторона вопроса в такой системе, похоже, никого не волнует. А здесь вот этот кусок, мы предполагали, что это наш кусок. Но даже если они считают, что это не наш кусок, то он находится, он к нам прикреплен. Независимый от застройщиков искусствовед Валерия Ибраева рассуждает о прекрасном. Она не может пойти в музей поддержать своих друзей. Нужно сидеть, следить за протекающим потолком. Музеем Некостеева критик называет нашим собственным лувром. А историю с опасным соседством сравнивает со своей бытовой. Вот у меня дечет и ни с каким КСК, ни с каком КСК. Я голову не могу сломать. То есть мне не чинят эту крышу и не хотят. То есть, в общем, примерно как к человеку отношение к музею. Потому что музей – это человеческое учреждение для людей. Сейчас сотрудники музея надеются на то, что эта небанальная история получит огласку. Музей искусств имени Костеева – единственный в Казахстане с таким фондом. Правда, польза от него нематериальная. А значит, чиновникам и бизнесу это неинтересно. Евгения Сазонова, Павел Ингельгард и Алишер Боязитов. Алматы, Казахстан.